Второй рассказ исследователя Сергикова. Сегодня было воскресенье. Сергиков встал рано, что-то не спалось. Но потом он подумал, так это же самое время для крестьян пробуждаться, начинать свои заботы. Пять часов. Пока суть до дела. Когда он уже вышел на улицу, было и семь. Но было по-прежнему темно. Но и вообще 8 января, это вроде как зима. Но слава Богу, что жил он на Западе. И Запад давал ему гальстримовское тепло, которое пробуждало эту самую прекрасную жарптицу. Весну, которая манила и оживляла всё вокруг, и даже неживое предвкушало солнечные лучи, которые будут нежно греть эти заборы, эти камни. А, кстати, а кто сказал, что камни неживые? Уж камни-то точно живые. Даже люди не очень близкие к жизни таких неподвижных объектов, растущих кристаллов. И то смекнули, что это живое, растущее, только в своём медленном темпе. А потом и при дальнейшем рассмотрении оказалось, что всё вокруг, и даже асфальт, по которому он шёл сейчас, всё живое. На своём уровне оно рождало сначала ощущение того, что вот оно как сделано руками человека, как удобно, и как лежит, и как уж точно не дышит. Но оказалось, нет. И асфальт под ногами Сергикова дышал своей неведомой, кварковой жизнью. Всё дышало, всё вокруг. И сейчас он это понимал, как никто, как никогда, что неживого во Вселенной вообще нет. Есть только приручённое живое, ну, переделанное, воссозданное неживое, созданное человеком. Но от этого суть живого не умалялась. И живое расширялось до понятий всех материальных объектов, которые окружали его. В этом мире жизни и жить теплее, потому что всё оказалось говорящим на своём языке, да. Но тем понятней был этот язык. Он не требовал словарей, объёмных талмудов. Всё было и так ясно на уровне ощущения мысли. Вот именно ощущение мысли, потому что здесь скорость передачи информации была настолько высока, что даже мыслью такую передачу и такое содержание ощущения объектов нельзя было назвать мыслью. Это было быстрее мысли. Это было то, что называется ЕСМО. То есть существующее. А то, что существует, то передаёт своё содержание. Только вот воспринимать могут не все и не всегда. Что говорит нам тот же самый асфальт под ногами, или та же мостовая, или даже вот эти дома, которые сложены из разных материалов и собраны в соответствии с замыслом конструктора и архитектора. Всё дышало, всё говорило, но на своём очень быстром языке, который назывался мироощущением, миросознанием и жизнью. Так что жизнь живая и неживая это только придумал человек и отделил дерево от асфальта, потому что ему-то уж было так понятно своим ограниченным умом, что асфальт изобрёл же он, человек. И уж как тут можно его назвать живым? Тем не менее, асфальт тоже старится, трескается. А то, что изменяется, даже вот в такую печальную сторону, оно доказывает признаки жизни. Так шёл Сергиков по пробуждающемуся городу, который так не хотел сегодня в воскресенье пробуждаться. Он хотел ещё полежать, поспать, понежиться. но вот он знал насчёт этого состояния, которое так хочется продлить, состояние тепла в постели и стомы утром, что здесь не надо увлекаться, потому что кто переборщит, передержит, что называется, выдержку, как в фотоаппарате у нас есть эти выдержки, тот может случайно перескочить не туда, куда надо. Так что нежиться нужно осторожно. Но нежиться нужно, потому что это есть одна из радостей жизни, но всё в меру. всё в меру, и эта мера во всём. Всё переходит в свою противоположность, если меру не соблюсти. И вся жизнь построена на вот этой математической безмерной формуле соблюдения меры. Вся жизнь есть уравнение которое вечно решается, каждую секунду уточняется, растёт, и это уравнение формула жизни, она тоже, как мы видим, живая. Всё то, что движется, оно живое. Так сказал Сергиков, идя по расс светному часу, рассветному часу. Ему так не хотелось сказать, что этот час ещё тёмный, ведь семь часов уже было, и поэтому он имел право сказать, что это рассветный час. Ему было спокойно, никто не мешал, эти живые уравнения не ездили, не бороздили городскую тишину, и вот в таком состоянии было невероятно блаженно осознавать всю прелесть нашей жизни и всё всемогущество этой жизни, которая сама учила чувство меры, потому что вот только это решает быть счастливым, когда человек или ещё какое-то существо вдруг потеряло это чувство, чувство меры, то есть уравнения с ним или его внутренние уравнения перестали правильно решаться, и наступил сбой, перекос, и весь этот организм вдруг начал тонуть, вот это как раз и есть нарушение чувства меры, но бог милости, что называется, и он всем дал живой барометр, который вечно восстанавливает равновесие жизни, и так жизнь это движение, в результате которого нарушается равновесие, и барометр, и все приборы, следящие за равновесием, которые сигнализируют о необходимости следующих действий, чтобы движение равновесие не потеряло, но потому и движение возникает, что оно стремится восстановить равновесие в новых условиях времени, а время живое, оно живое, и только может быть вот как раз утром, ранним утром, воскресним утром можно ощутить это состояние времени, жизни, это поток жизни, который те, кто хочет в равновесии, но осваивать вселенную, вселенная все равно покажется, одуванчик будущий, и будет он таким нежным, потом проделал титаническую работу пробивания асфальта. Вот это сравнение, рожденное самой жизнью, сравнение, что жизнь настолько могучая, но выглядит так нежно порой и беззащитно, и беззащитно, и все это вместе, приводит нас к заключению, что нежное, нежное, это есть признак здоровой жизни, и беззащитно, соответственно, грубое оно как раз символизирует о том, что здесь законы жизни смяты в каком-то смысле, и это грубое. Если оно будет продолжать быть таким же грубым, а не вольется в более тонкое уравнение, которое ему даст сил и пополнит его баланс идти вперед, это грубое имеет только два выхода, либо жизнь, либо увы, тенденцию уступить более тонкому, более приспособленному и уравниваемому в вечных уравнениях, которые и вызывают движение. По сути дело движения и время, которое символизирует именно неотступность движения, ведь время не остановишь, не возвратишь, вот это движение и есть процесс восстановления равновесия, процесс восстановления равновесия, который продолжается вечно, и потому существует движение, существует время. эти философские размышления давали импульс Сергикову, потому что как-никак с движением мысли двигался он сам и движение мысли пополняло его новой энергией, ведь он двигался к новому времени, а все новое заряжает энергией. Только движение, только движение во времени освежает то существующее, которое благодатно расстилается перед движущимся человеком. Да здравствует движение, да здравствует понимание, что движение есть жизнь. Не прячьтесь в уют, не задерживайтесь долго под теплым одеялом, но не забывайте ощутить это прекрасное мгновение, оно нужно, оно тоже вас направит в светлый мир, мир вечного достижения равновесия Вселенной. Конец рассказа. Второй рассказ исследователя Сергикова. Сегодня было воскресенье. Сергиков встал рано, что-то не спалось. Ну, потом он подумал, так это же самое время для крестьян пробуждаться, начинать свои заботы. Пять часов. Пока суть до дела, когда он уже вышел на улицу, было и семь. Но было по-прежнему темно. И вообще 8 января это вроде как зима. Но слава Богу, что жил он на Западе. И Запад давал ему гальстримовское тепло, которое пробуждало эту самую прекрасную жар-птицу. Весну, которая манила и оживляла все вокруг и даже неживое предвкушало солнечные лучи, которые будут нежно греть эти заборы, эти камни. А, кстати, а кто сказал, что камни не живые? Уж камни-то точно живые. Даже люди не очень близкие к жизни таких неподвижных объектов, растущих кристаллов. И то смекнули, смекнули, что это живое, растущее, только в своем медленном темпе. А потом и при дальнейшем рассмотрении оказалось, что все вокруг и даже асфальт, по которому он шел сейчас, все живое. на своем уровне оно рождало сначала ощущение того, что вот оно как сделано руками человека, как удобно и как лежит, и как уж точно не дышит. но оказалось нет. И асфальт под ногами Сергикова дышал своей неведомой кварковой жизнью. все дышало, все вокруг. И сейчас он это понимал как никто, как никогда, что неживого во вселенной вообще нет. Есть только прирученное живое, переделанное, воссозданное, неживое, созданное человеком, но от этого суть живого не умолялась. и живое расширялось до понятий всех материальных объектов, которые окружали его. В этом мире жизни и жить теплее, потому что все оказалось говорящим на своем языке, да, но тем понятней был этот язык. Он не требовал словарей, объемных талмудов. Все было и так ясно на уровне ощущения мыслей. Вот именно ощущения мыслей, потому что здесь скорость передачи информации была настолько высока, что даже мыслью такую передачу и такое содержание ощущения объектов нельзя было назвать мыслью. Это было быстрее мысли. Это было то, что называется ЕСМО, то есть существующее. А то, что существует, то передает свое содержание. Только вот воспринимать могут не все и не всегда. Что говорит нам тот же самый асфальт под ногами или та же мостовая или даже вот эти дома, которые сложены из разных материалов и собраны в соответствии с замыслом конструктора и архитектора. Все дышало, все говорило, но на своем очень быстром языке, который назывался мироощущением, миросознанием и жизнью. Так что жизнь живая и неживая это только придумал человек и отделил дерево от асфальта, потому что ему то уж было так понятно своим ограниченным умом, что асфальт изобрел же он человек и уж как тут можно его назвать живым. Тем не менее, асфальт тоже старится, трескается, а то, что изменяется, даже вот в такую печальную сторону оно доказывает признаки жизни. Так шел Сергиков по пробуждающемуся городу, который так не хотел сегодня воскресенье пробуждаться, он хотел еще полежать, поспать, понежиться, но вот он знал насчет этого состояния, которое так хочется продлить, состояние тепла в постели и истомы утром, что здесь не надо увлекаться, потому что кто переборщит, передержит, что называется, выдержку, как в фотоаппарате у нас есть эти выдержки, тот может случайно перескочить не туда, куда надо. Так что нежиться нужно осторожно, но нежиться нужно, потому что это есть одна из радостей жизни, все в меру, все в меру и эта мера во всем, все переходит в свою противоположность, если меру не соблюсти.